Здравствуйте! Решил рассказать историю, которая вчера произошла в процессе. Значит, был залоговый кредитор, который в рамках суда обратил заскание на объект недвижимости и объект недвижимости был выставлен на продажу. Соответственно, дальше деньги были неправильно распределены судебным приставом. Залоговый кредитор получил не всю сумму. Сумма была разделена на сводно-исполнительное производство с нарушением закона. Эта история сейчас обсуждается в судебном порядке, но история не про это. Значит, поскольку залоговый кредитор не получил деньги, он не снимает обременение с объекта недвижимости, который был продан с торгов. Теоретически, в силу закона, такое обременение должно прекращаться в силу самого факта состоявшихся торгов. Однако, Росреестр не регистрирует право нового собственника, покупателя на торгах, и он обращается к залоговому кредитору с требованием о снятии обременения. Формально правовых оснований никаких нет. Залоговый кредитор дал денег, зарегистрировал залог, все законно. Обязательство снимать залог у залогового кредитора законно не предусмотрено. Соответственно, это все обсуждается в суде. Тем временем, сам должник банкротится. Значит, он банкротится, банкротится, и покупатель объекта недвижимости никак не проявляет себя в рамках процедуры банкротства. И арбитражный управляющий приходит к выводу, что объект недвижимости является единственным жильем. У нас каких-либо требований на объект недвижимости не поступало. Соответственно, по окончании процедуры банкротства он передает объект недвижимости заемщику, который банкротится, и списывает все долги, которые есть. Что происходит с правом покупателя? У покупателя было требование на квартиру, которое после передачи объекта недвижимости автоматически прекращается и трансформируется в денежное требование. А денежное требование в рамках процедуры банкротства списывается. Таким образом, сейчас покупатель находится в ситуации, когда он объект недвижимости не получил, деньги заплатил, и, в общем-то, наверное, дальше будет судиться с приставами, с арбитражным управляющим. Но, с точки зрения самого заемщика, ход, конечно, красивый. То есть, он денег никому не заплатил, все долги списал и вернул себе объект недвижимости. Вот такие чудеса у нас бывают в судах. Надеюсь, никто больше не окажется в подобной ситуации, но, в общем-то, тут все законно, все красиво. И обсуждению в судебном порядке, конечно, много что подлежит, так же, как и невыплата денежных средств нашему залоговому кредитору. Но об этом я расскажу еще и, скорее всего, даже напишу публикацию для «Адвокатской газеты». И, в общем, будем посмотреть, что называется. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.